В этом году лето не радует нас солнцем и теплыми днями. Тем не менее, после продолжительных дождей солнце вновь печет с новой силой и на улице становится жарко. Высокая температура воздуха оказывает серьезное влияние на организм человека и переводит к перегрузке всех систем и органов. Особенно страдают дыхательные, сердечно-сосудистые и мочеводелительные системы. Для того, чтобы избежать перегрева, тепловых и солнечных ударов, соблюдайте нехитрые правила. В первую очередь наладьте питьевый режим. Всегда носите с собой бутылочку с водой, чтобы защитить организм от обезвоживания. Избегайте сладких, газированных и алкогольных напитков. В дни сильной жары старайтесь не выходить на улицу без необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 15 часов. Воздержитесь в это время и от интенсивных физических нагрузок. Чтобы не простудиться, избегайте сквозняков и не пейте очень холодную воду. Соблюдайте режим приема лекарств, если у вас есть хронические заболевания. Также составляйте свое меню на основе легкой пищи. Ешьте больше фруктов, овощей, рыбы, курицы и холодных супов. Ограничьте потребление жирной, острой и копченой пищи. Помните о правилах санитарной гигиены. Тщательно мойте овощи и фрукты проточной водой, а мясо и рыбу обязательно проваривайте. В жаркие дни носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку, солнцезащитные очки. Не забывайте использовать и солнцезащитный крем, чтобы защитить кожу от негативного влияния ультрафиолета. Как вообще понять, нужен ли солнцезащитный крем или нет? Вы заходите в любое приложение погоды, и там смотрите, есть значок ультрафиолетовый индекс. Так вот, если ультрафиолетовый индекс 2 и выше, соответственно, нужно использовать солнцезащитный крем. Нужно наносить, во-первых, в необходимом количестве, это где-то 5 мл, то есть 1 чайная ложка на лицо и шею. При длительном нахождении на солнце и после купания солнцезащитный крем необходимо обновлять. Специалисты рекомендуют использовать средства с фактором защиты от 30 до 50. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.